Обучающие видео в Майнкрафте, прохождение различных карт и также летсплеи, все это вы сможете найти на канале PowerRanger. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы рассмотрим 7 новых типов еды в Майнкрафте, которые позволят нам разнообразить старые, скучные, серые будни и также избавиться от давно всем приевшейся старой еды в Майнкрафте. Кока-кола, спагетти, варенье, картошка фри, гамбургеры и многое другое вы сможете увидеть в этой серии. Да, ребята. Также, если вам понравится видео, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, сразу же выходит следующая серия без модов. Ребята, это мне очень приятно, я очень рад, когда мы набираем лайки и прям руки даже, руки даже просятся, чтобы пойти записать новую серию без модов для вас, своих любимых подписчиков. Поэтому, ребята, 1200 лайков, как только мы наберем, сразу выходит следующая серия. Может, именно из-за тебя она выйдет намного быстрее, потому что каждый лайк решающий, да. Также там есть в уголку кнопочка, вот там с надписью подписка, если вы на нее нажмете, я также буду очень сильно рад, потому что каждый подписчик для меня друг, и если ты вступишь в нашу большую дружную семью, для меня это будет только приятно. Не так-то сложно нажать одну секунду лайк, одну секунду подписку, но за эти две секунды ты действительно сможешь сделать меня немного счастливее. Да, ребята, сейчас мы приступаем к самой команде. В первую очередь, как обычно, нам нужно выдать себе командный блок. Делается это все очень просто, с помощью вот такой команды. И пишем в чат подобное, вот так и ставим командный блок. Что самое главное, в этой команде нам нужно целых два командных блока, и их нужно поставить друг на друга. Кто не знает, эта команда работает на новых снапшотах, то есть на новой версии Майнкрафта 1.9, да. Первую команду вписываем сюда в нижний командный блок, вот так. Замечательно, если у вас в чате появилась вот такая сказочка, значит команда была успешно установлена. Сейчас нам нужно установить в второй командный блок. Заходим сразу же, нажимаем, и все круто установлено. Сейчас в первом командном блоке нам нужно активировать его с помощью... Сейчас уже в новых версиях не нужно активировать его с помощью рычага, кнопочки или чего-то другого. Сейчас просто нужно нажать на эту кнопочку, и он автоматически запустится. И как видите, команда потихоньку устанавливается, 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 и все, установились. Новые командные блоки, старые уже можно удалять. Сейчас в чат, ой, ой, вот так, вот так, пускай это все прогрузится. Сейчас нам нужно написать SetWorldSpawn. Это команда для того, чтобы меньше было лагов, и чтобы эта команда работала в любом уголке мире Майнкрафт. Да, даже за границами, кто не знает, в мире Майнкрафт действительно есть конец. Я обозревал это, обозревал это в прошлом видео. Тут у нас есть рецепты, которые вы можете получить, но я пока что спойлерить не буду. Нет, ребята, в первую очередь, с чего нам приступать, чтобы начать, начать быть поваром, да, и изготавливать кулинарные шедевры. В первую очередь, нам нужно зайти в первый сундучок и посмотреть вещички, которые нам пригодятся. Кувшинка, ведро воды и 8 узков земли. Также мы сразу можем взять семья пшеницы, тыквы и также арбуза. Для чего это нам нужно? А для того, чтобы скрафтить первый наш итем. Выкидываем на землю, я сказал, выкидываем, а не пропадаем куда-то, я не знаю, куда это всё пропало. Вот так выкидываем, и у нас появляется яйцо, которое позволит нам сделать в какой-то степени автоматическую ферму. Что нам нужно? Нам нужно поставить это яйцо в центр. Тут три блока, тут три блока, тут три блока и тут три блока. Что оно делает? Оно автоматически будет поливать вашу землю, чтобы она не засохла. Это может сказать какой-то небольшой фонтанчик. Мы сразу же можем сделать и тут, и тут. Для чего это нужно? В первую очередь, мы посадим семья пшеницы. Но это не совсем пшеница. А почему? Потому что с помощью этой команды вы можете выращивать не только пшеницу. А. Вместо пшеницы вы сможете выращивать листья салата. Да. Вместо арбуза вы сможете выращивать... Выращивать? Догадайте, что? Конечно же, ребята, клубничку. То есть вы сможете сделать варенье. Это офигеть, как круто делать варенье. Варенье любимой бабушки в Майнкрафте. Да. Это реально прям офигеть. Из семья тыквы вы сможете выращивать помидорки. Как я люблю помидорки. Все мы, наверное, любим. Кто не любит, тот вообще с нашей планеты. Давайте сейчас посмотрим. Посмотрим, что у нас получается. Нет, мы не выращиваем башку Стива на грядке. Нет, это просто небольшой бак. Но все же, смотрите, что у нас получается. У нас получается салат. То есть не салат салата, а листья салата. И смотрите, как это круто выглядит. Как это круто выглядит. Также мы сразу же можем вырастить. Смотрите, что. Смотрите, что. Мы сможем вырастить ягоды, клубнику. Называйте, как хотите. Но это очень круто выглядит. Это очень круто выглядит. С помощью одной команды вы действительно можете перевернуть ваш мир Майнкрафта с ног на голову. И смотрите, что это. Как это выглядит. Но, к сожалению, мы не можем сейчас пользоваться вкусной мукой на то, чтобы вырастить семья тыквы. То есть семья помидор. Зато мы сможем включить команду, которая позволяет нам, которая позволяет нам ускорить процесс выращивания. Допустим, две тысячи, да, поставим. И смотрите, как это все быстро происходит. Кто не знал, то такие команды действительно существуют в Майнкрафте, которые позволят вам ускорить процесс. Процесс всего, да. То есть с помощью этого вы сможете смотреть, как все быстро растет. И смотрите, что у нас получается. У нас получается помидорка. Помидорка, да. Помидорка, помидорка. Но сейчас мы будем собирать, ребята. Вам нужно собирать листья салата только правым кликом. Вам не нужно это разрушать. Вам нужно нажать правую кнопочку, чтобы собрать. То есть вот так это все делается. Что самое прикольное, вы можете выводить себе на башку и быть салатом. Собираем клубничку, земляничку, ягоды. Действительно, ребята, называйте, как это хотите. Это большой роли не меняет. Роль в том, что мы сможем делать варенье. Смотрите, такая небольшая команда. Как круто это все делается. Давайте, в принципе, сразу... Нет, даже на башку можно все это одеть. Мы, ребята, клубничка. Ни хрена себе, это что такое? А если мы отойдем? Да. Ба, какая-то прозрачная клубничка. Ну, мы собираем дальше помидорку. Это наши основные ингредиенты, которые понадобятся нам для того, чтобы... Чтобы заниматься кулинарией. Салат, клубничка и также помидорки. Все у нас готово. Давайте включим день и потопаем дальше. Следующий шаг. Что нам нужно сделать? Смотрите, ребята, что сейчас мы можем сделать. Просто посмотрите. Мы можем изготавливать соль. То есть, мы кидаем диорит. Мы кидаем диорит. Да, ребята, ди-а-рит. Что самое главное, котел вам нужно поставить на огонь. То есть, на лаву. Да, чтобы диорит превращался в соль. И смотрите, мы можем кинуть туда сколько угодно. И нам вернется соль немного в меньших количествах. Потому что все же потребительские нужды. И все. На этом мы будем заканчивать о котле. Потому что свою основную функцию он уже сделал. Сделал нам соль. Да. Сейчас мы приступаем к нашему третьему по счету сундучку. Что мы сможем сделать, ребята? А вот сейчас как раз приступает кулинария. Сейчас приступает кулинария. То есть, мы выкидываем пшеницу. И выкидываем яичко. И смотрите, что у нас получается. Спагетти. Да, спагетти в Майнкрафте без модов. Но это еще не все. Это еще не все. Если мы выкинем спагетти. Если мы выкинем одну помидорку. Соль. И также, вот смотрите, одну соль. И также мясо. Зажаренное мясо. Свининки. Смотрите, что у нас получается. У нас получается рагу, спагетти. И смотри. Что самое главное. Вот смотрите, мы можем одеть так же на голову. Ребята, мы спагетти. А нет, почему-то. А, это же новая версия. Новый снапшот, который позволяют делать. Ну это о другом. Сейчас мы рассматриваем. Рассматриваем. Смотрите, что мы рассматриваем. Рагу, спагетти. Что самое главное, вы можете применять это как украшение в вашем доме. Создать действительно настоящую кухню в вашем доме Майнкрафт. И расставить это все по полочкам. У вас будет спагетти там где-то на верхней полочке. Где-то там возле холодильника. Где-то там на столе праздничный стол. И это реально круто выглядит. Как будто, знаете, какая-то башка крипера. Вам не кажется? Глаза? Какая-то. Не знаю, какой-то рот весь. Не знаю. Морожене или что-то в этом роде. Но сама суть то, что это спагетти. Да. Следующее блюдо. Если мы выкинем одну помидорку. Один салат и соль. Смотрите, что у нас получится. У нас получится салат. Ребята, я один люблю салат. Я не знаю. Я не могу вообще ничего кушать дома. Например, там на ужин или на обед. Без какого-то там салата с помидорок. И салата, да. Листья салатов. Потому что это тоже очень круто выглядит. Я не знаю, что у меня за бага на его текстурке. Но смотрите. Я не знаю. А тут будет как-то по-другому. Допустим, вот тут. Да. Тут будет по-другому. Я не знаю, почему оно там так выглядит. Где у нас спагетти? Вот оно спагетти, ребята. И смотрите. И смотрите. Давайте еще раз делаем. Вот как это круто выглядит. Но мы на этом не будем останавливаться. У нас еще впереди целых 5 блюд. Следующее блюдо мое любимое. Что оно делает? Любители Макдональдса. Да не только Макдональдса. Потому что я люблю картошку фри. Кто не любит картошку фри? Но сейчас вы можете любить ее вместе в Майнкрафте. И смотрите. Это действительно картошка фри с Макдональдса. Тут даже буковка Эмбис. Ааа. У меня прям слюнки текут. Я уже даже хочу идти кушать. Никто. Никого тут нету. Я могу поделиться. Какие-то свинки нет. Никто тут не бегает. Я один. Ну ладно. Приступаем к следующему блюду. Кока-кола. Я даже не могу сказать то что кто-то мог ее не пить в своей жизни. Потому что мне кажется таких людей просто на нашей планете не существует. Ну может где-то там не знаю в Африке. Но все же вы сейчас можете сделать ее даже в Майнкрафте. И смотрите как это выглядит. Кока-кола. Офигеть. О-фи-геть как это круто выглядит. То есть мы уже сможем выпить кока-колу вместе с картошкой фри. Зоесть это все салатом. А спагетти оставить какому-то обжоре. Чтобы он сожрал эту всю канистру нафиг. Но мы не будем затягивать и приступаем сразу к пятому блюду. Что сейчас мы будем делать? Ребята. Мы выкидываем молоко. И на молоко выкидываем соль. Многие подумали. Молоко и соль. С ума сошли. Но нет ребята. Молоко и соль. Потому что с молока и соли получается у нас сыр. Какой красивый сыр. Вот смотрите. Да. Сыр. Кока-кола. Картошка фри. Салат. И также спагетти. И у нас остались еще два финальных блюда. Хамбургер. Ветчина. Называйте как это хотите. Но сама суть. Смотрите что у нас получается. У нас получается. Хам. И хам. Вот ты хам. Я не знаю ребята. Как это назвать. Что это. Что это вообще такое. Но это. Это ветчина. Да ребята. Это ветчина. Нарезать кусочками. С помощью ножика. Поставить. Сверху сыр. Хлебушек. Уже с ванильного Майнкрафта. И получится замечательный бутербродик. Но ребята. Если мы выпьем. Кока-колу. Потом сделаем себе бутербродик. Например. Еще сюда выкинем. Выкинем хлебушек. Да. Вот. Отличный бутербродик получился. Скушаем салатики. Даже если вы еще не на. Еще не сыты. Также. Съедим спагетти. Что после этого нас ожидает. Конечно же. Десерт. И мы не будем кушать какие-то там торты. Или еще что-то. Мы съедим банально варенье нашей бабушки. Сейчас посмотрим как же его делать. Нам опять нужен котел. В него выкидываем допустим 4. Ну допустим 4 ягоды. И смотрите что у нас получается. Страубери джем. Вот оно. Варенье. В баночке. Как все мы любим. Я если честно варенье последний раз ел. Мне кажется где-то в детстве. Уфиг его знает. Лет так 10 назад. Я не знаю почему. Я так давно кушал. Но все же ребята. И смотрите какая замечательная картина у нас получается. Сколько еды. Еще раз повторю. Спагетти. Салат. Картошка фри. Кока-кола. Сыр. Ветчина. И так же варенье. Круто ребята. Все это вы конечно же сможете скушать. Но я сейчас. Я слишком ленив. Чтобы выходить с гейммода. Набираться голода. И потом это все кушать. Но все же ребята. Вы сами сможете это попробовать на своей шкуре. Скопировав эту команду. Которая находится в описании. Вставив ее свой ванильный мир Майнкрафта. Еще раз напомню. На новой версии 1.9. В новых снапшотах. И так же сделать это все. В первую очередь. Это очень вкусно. Во вторую. Это прям офигенный. Новый дизайн для вашего дома. Потому что вы это все сможете расположить на своей кухне. В мире Майнкрафта. Если вы любитель что-то подготовить. Или любитель каких-то красивых текстурок. Да ребята. Еще раз повторюсь. Я буду очень сильно рад. Если мы наберем 1200 лайков. В первую очередь. Это будет очень сильно для меня приятно. Потому что каждый ваш лайк для меня очень ценен. И так же я даю вам свое слово. То что как только мы наберем 1200 лайков. Сразу же выходит следующая серия без модов. И мы рассмотрим еще какие-то новые вещички. Которые будут еще намного интереснее. Чем вот это. Так же не забывай подписываться на мой канал. Вот там в уголку есть кнопочка подписка. Если ты конечно ее еще не закрыл. Я буду очень сильно рад. Если ты на нее нажмешь. Одна кнопочка чтобы подписаться. Одна кнопочка чтобы поставить лайк. Если ты думаешь что это не так важно. Что ну поставлю не поставлю. Погода от этого не изменится. Но нет. Она изменится. Потому что каждый лайк. Каждый подписчик для меня очень важен. Прям вот именно тебя я приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Все что тебе нужно это просто подписаться. Да ребята. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Тем кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи. Всем пока. Прям рифма какая-то.